Здравствуйте! На улице по-зимнему свежо, а на крымской кухне по-прежнему тепло и уютно. На столе красуются ингредиенты, это значит самое время приступить к приготовлению семейного обеда выходного дня. Мы находимся в местном баре «Рибай» города Северополь и вместе с шеф-поваром заведением Эльдара Шерипова будем готовить блюда из тыквы, да? Сегодня, да, будет сезонный продукт, тыква и два блюда посвятим этому продукту. Первое у нас суп из тыквы, да? Тыквенный суп, да, тыквенный крем-суп. Второе блюдо это будет штрудель с тыквой и с орехами. Главный ингредиент этого блюда – тыква, богат витаминами, которые необходимы нашему организму в весенний период. Нежная консистенция и удивительный аромат такого супа хорошо подойдет для детей и диетического питания. Следует отметить, что тыквенный крем-суп на следующий день становится еще вкуснее. Невероятный аромат супу придает не только тыква, но и бекон. Для приготовления супа нам понадобится тыква, тыква, репчатый лук, сливки кулинарные, бульон куриный. Ну и на украшение у нас будет идти слойка и чуть будет сыр с плесенью, да? Сыр, да, благородный с плесенью. Это будет уже в качестве такого декора больше играть роли, но все равно будет влиять на вкусовые качества. Тыкву вы используете сегодня в свежем виде? Тыкву мы взяли в свежем виде, но мы ее предварительно чуть подпекли до состояния полуготовности. Для того, чтобы тыкву не варить полчаса и больше, для этого мы чуть подпекли ее. То есть она вот в таком вот виде, да? Да, она уже подпеченная, так что мы ее чуть проварим в бульоне, доведем уже до состояния готовности и будем уже перебывать через блендер. Да, приступаем. Приступаем? Да. Пока я буду подготавливать чу-то тыкву, попрошу вас нарезать лук колокольцами, да. Это очень вкусный суп, главное полезный, да, из королевы осени, можно сказать, тыквы. Такой продукт, из которого можно делать очень вкусные вещи, но не все пробуют, не все понимают. Да, а вот кроме супа, да, крем-супа, кроме десерта, что еще можно, какие блюда приготовить из тыквы? Да очень много, да, там это так, как и разновидность пирогов тыквенных, это и супы, это и каши, это и десерт, да, вот что мы сегодня будем в принципе готовить. Так же тыква, это очень вкусная начинка в мучных блюдах, да, каких-то? Она очень сочная получается. Мы нагрели масло, да, и сделаем зажарку, да, нарезали лук, и можно его теперь поджарить. Опять-таки, блюдо сезонное, блюдо быстрое, оно интересное, вкусное, так что сейчас как раз тот самый сезон, когда можно довольствоваться вот именно всеми блюдами из тыквы. Поджариваем лук. Дальше добавляем нашу уже запеченную тыкву, да, тыкву запекаем просто, почистили ее от шкурки, чуть-чуть соли, немножко сахара. И при какой температуре, и на какое время? 180 градусов, буквально 20 минут, да, оно до полуготовности доходит. Все, дальше вот добавляем тыкву. Соединяем с луком, да? С луком, да. И? И добавляем? Бульон. Бульон, да. Сегодня мы используем куриный бульон, также можно использовать, наверное, любой бульон, да, по желанию? Ну, куриный, он более нейтральный из-за этого. Добавили и доводим до кипения, да. До кипения, да. Вот у нас уже витают ароматы тыквы, да, на кухне? Да, чуть-чуть подварили мы, добавили тыкву к луку пассерованному, добавили к бульончика, проварили. Сейчас добавляем... Сливки. Сливки, да. Густые сливки, да? Сливки 25%, до 30% нам, в принципе, подходят они. Ну, вообще тыква хорошо сочетается как с молоком, да, так и с молочными продуктами. Абсолютно, тыква такой интересный продукт, она, в принципе, сочетается с многими ингредиентами. Посолили, поперчили. Да, поперчили. Какие-то еще специи добавляются? Ничего не надо, нейтральные специи, чтобы не забить ни вкус, да, ни аромат тыквы, да? Конечно. И еще раз чуть-чуть провариваем. Доводим до кипения, да? Сливки, да. Хорошо проварилась у нас тыква. Все, проварилась, да, чуть-чуть тыква отдала. Лишняя влага выпарилась. Конечно, лишняя влага выпарилась. Дальше мы отправляем в блендер. Прямо в горячем виде, так, да? Да, конечно. Опускаем в блендер. И это все превращаем в пюре-образную такую... Да, блендируем. Кремо-образную даже, можно сказать, массу. Пожародная масса. Светло-оранжевого цвета, да, наверное? Да, светло-желтоватый за счет того, что добавили. И начинаем жужжать. Вот мы измельчили до нужной консистенции, да? Массу. Да, перебили, в принципе, можно пропускать уже перебитый крем-суп через сито. Ну, в принципе, я сторонник того, чтобы подольше перебить и сохранить более-менее такую целостность. Ну, даже если будут попадаться кусочки тыквы... Чуть-чуть, да, да, ничего страшного. В принципе, если чуть дольше перебить, то кусочки прям не будут попадаться. Видите, такой интересный цвет появился. Очень аппетитный такой суп получается, да? Угу. Дальше чуть-чуть мы... Снова нам нужно подогревать. Пробуем его, да. Доводим до вкуса уже в конечном результате и будем... Будем уже украшать. Вот такая даже пышная, да, получилась масса? Прям взбитая такая. Вбитая, интересно, да. Ну, крем-суп. Угу. Именно той самой консистенции, которую нужно. Да, он не должен быть не сильно жидкий. Угу. Подается он в горячем виде? Конечно. Конечно, это суп. Так. И сейчас мы будем украшать. Что стало, дело за малым, да, декор. Угу. Ну, это сытный очень суп, да? Он очень интересный, калорийный, да. Насыщенный такой. И безумно полезный. Угу. Так. Так. Да. Дальше мы подготовили заранее слойку. Она просто готовится с... Есть слоем на отец. Слоем на отец, да? С кунжутом. Да, посыпаем чуть-чуть кунжутиком. Угу. Да, вот так вот в качестве. Либо также можно с сухарями, да, наверное, подать такой суп? По желанию. Будет вкусно. По желанию, не просто, да. Дальше сыр. Он, конечно, будет давать вкусу интересный... Вот именно благородный, да, сыр? Ну, он будет давать, где он сам по себе, конечно, имеет такой насыщенный своеобразный вкус. Ну, он немного подплавится еще сейчас, да? Ну, да, но в супе он сыграет интересную... Угу. Изюминка такая, да, вот именно этого благородного? Да, да, свои какие-то нотки. Выкладываем, декорируем дальше. Луковые чипсы. Луковые чипсы, да, это лук обжаренный. Угу. Во фритюре. Также придадут, да, такую свою пикантность? Да, супу? Из простого супа делаем что-то интересное. Угу. Ну, в домашних условиях... Доводим до вкуса. Угу. Ну, чуть-чуть украсим его... Зеленью, да? Микрогрин. В данном случае это может быть любая зелень. Та же петрушечка, укропчик. Она сыграет как и по... Как в качестве ее украшения, так же и по вкусу тоже. Да. Все, никаких специй больше добавлять не рекомендую. Нет, не забиваем, не забиваем мы этот вкус. Угу. Все, в принципе. У него такой вот очень насыщенный, яркий суп из тыквы готов. Чтобы приготовить крем-суп из тыквы, в растительном масле поджать лук, опустите запеченную тыкву, добавьте куриный бульон и сливки, посолите, поперчите. Затем взбейте при помощи блендера, после чего доведите крем-суп до кипения. При подаче украсьте блюдо сыром и луковыми чипсами. Переходим к приготовлению десерта, тоже из тыквы. Да, тыквенный штрудель с медом, с орехами. Штрудель – это австрийский десерт, распространенный в немецкой, чешской и венгерской кухнях. В переводе с немецкого термин «штрудель» означает «вихрь, водоворот». В качестве начинки штруделя можно использовать фрукты, ягоды, творог, мак и корицу. Штрудель украшают с сахарной пудрой и подают с мороженым. Для этого нам понадобится, конечно же, тесто. Тесто мы взяли слоеное, самый оптимальный вариант. В принципе, можно приготовить собственное тесто, собственное приготовление домашнего слоя. Тоже слоеное, да. Ну, на сегодняшний день хорошего качества теста можно купить недорого в любом магазине, супермаркете. Так что мы, в принципе, взяли, чтобы было себе понятно. Готовое дрожжевое тесто. Здесь вот где-то 150 грамм кусочек, мы его чуть разморозили. Присыпали маке и будем его раскатывать. Да, даем на подпыл. Насколько тонко нужно раскатать тесто? Вообще штрудель готовится по-разному. И, наверное, каждая хозяйка по-своему видит вот эту вот толщину. То есть, ну, кто-то любит более тонко, кто-то средне, кто-то потолще делает, чтобы чувствовалось, естественно. Мы в нашем случае сделаем, ну, постараемся делать максимально тоньше, чтобы он был более нежный. И интересный. И начинка так будет, да? Тоже хорошо. Да, начинка даже... Сочная начинка. Сочная начинка. Сочная начинка. Ну, такую штрудель можно готовить не только из тыквы, да? Можно использовать различные начинки. Абсолютно. Нам никто не мешает. Вообще штруделей сумасшедшее количество. Их очень много. Это и ягодные, и... Но сейчас, в сезон тыквы, лучше использовать... Да, 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 слышно. Решили этим посвятить наши два блюда тыкве. Можно, так сказать, популяризировать чуть-чуть этот продукт. Потому что все-таки продукт интересный, продукт недорогой, продукт локальный. И сейчас он в обилии продается на рынках, магазинах. Цена его недорогая. Во время выпекания тесто немножко раскроется, да, образуются такие слои. И будет очень вкусно. Да? Угу. Штрудель сам по себе, в принципе, не замысловатый. Готовится быстро. И всегда получаем вкусный... Результат, да? Вкусный десерт. Ну, надо максимально его раскатать тоненько. Ну, насколько, да, там, это возможно. Для того, чтобы не мучиться, для того, чтобы тесто не рвалось. И сохранить форму квадрата, чтобы он... Форма квадрата, да? Да, да, да. Чтобы он красиво завернулся. Угу. И его тоже можно использовать как в горячем, да, в холодном виде тоже очень вкусное блюдо получается. Тыкву также можно заменить яблоками, да, может, по желанию. По желанию, любые ингредиенты, которые, да, сегодня, тем более, мы понимаем, что это осенние продукты, да, которые в обеих на рынках. Яблок, пожалуйста. Зимой, конечно, можно их заменить вареньем обычным, повидлом. Джемом, да, абсолютно, да, никто. А вот не сладкие штруди. Готовим, что ли, готовлю, да? Ну, в априори, сам штургель, он подразумевает все-таки что-то сладкое, но... Ну, мы сразу приставляем десерт. Да, мы сразу приставляем десерт. Угу. Ну... Вот, раскатали, далее. Раскатали, далее... Тыква у нас свежая, мидия. Тыква у нас свежая, да. Пускай корж у нас, в принципе, стоит. Он не заветрится, с ним ничего не случится. Мы аккуратненько его положим. Для приготовления начинки. Да, корж мы отставили. Дальше вот у нас есть тыква, мы ее уже... Нарезали просто, да. Очистили от кожуры и нарезали небольшие кусочки. Сейчас нам нужно ее слегка поджарить. Сейчас мы доведем ее, да, так можно сказать, пожарим, доведем до полуготовности начинку. Размягчим, да? Размягчим, да. То есть делаем наполнительный. Обжаривается она от сливочного масла, да? Угу. Сливочное масло, да. Сливочный такой приятный, очень вкус. Пока обжаривается тыква, да, в сливочном масле, на нашей кухне витают такие очень вкусные уже ароматы. Чуть-чуть, буквально, минуточек 5-7 мы обжарили, уже можно добавлять... Сахар. Сахар, да. Он тоже немного... Сахар чуть стянет, даст... Сгустит немножко, да, такой у вас? Да, сгустит, даст, конечно же, сладость всей начинки. И чуть-чуть даже закарамелизируется. Угу. Также мы добавим орехи. Орехи в данном случае... Грецкие орехи. Грецкие, может, любые. Да, я люблю, чтобы они все-таки были крупные, чтобы они чувствовались. Да, чтобы немного похрустывали тогда. Похрустывали, да. И тоже обжариваем. Тоже их обжариваем. Еще раз все вместе, да? Да, конечно, чуть-чуть на медленном... Чуть-то карьем. И немножко корицы, буквально чуть-чуть. У нас интересный аромат. Нотку свою такую добавит, да? Дополнить такую. Все, и на медленном чуть еще мы томим начинку нашу. Слушай, наш начинка готова? Все, что мы подтомили, да, нашу тыква, она, в принципе, готова. Орехи все напиталось. Далее берем наш... Тесто, корж, и начинаем формировать штурдель уже сам. Да, совершенно верно. Начинку выкладываем, больше мы ее не измельчаем, вот прям вот так мы ее выкладываем. Сахар подплавился, да, немножко? Да, он уже играет роль такой карамели даже. Тыква у нас полу готова. Полу готова. Угу. Красивая, да? Ярко-оранжевого цвета. Вкусно пахнет. Да. Дополняется, конечно же, аромат корицы и грецкие орехи тоже придадут свою, тут вот похрустывание. Так. Ну, вообще такой, не знаю, зимний вариант. Ну, отличный вариант десерта к чаю, да? К чаю, к компоту, чему угодно, он хорошо дополняет любой аппетит. Так, и? Сильно заливать не надо, да, он и так будет насыщенный, тыква еще даст. Во время выпекания немножко выделить сок, да? Конечно. И начинка получится сочной. Дальше будем формировать. Каким образом? Все очень просто. Сворачивается в рулетик? Да, сворачивается в рулетик. Угу. Аккуратно, вот в таком плане, довернем его сразу вот отсюда. Угу. Чтобы по бокам у нас он не расходился. Угу. И вот так вот аккуратненько сворачиваем. Аккуратненько. Да, мы его сворачиваем. Выкладываем на противень, да? И отправляем в духовку на какое время и при какой температуре будет запекаться штрудель. Судирался в 20-25 минут. Угу. И штрудель у нас готов. Да, и далее мы его будем украшать еще. Да. Отправляем в духовку. Чтобы приготовить начинку для штруделя, тыкву поджарьте в сливочном масле, добавьте сахар, орехи и корицу. Получившуюся начинку выложите на ослоеное тесто и сверните в рулет. Отправьте штрудель в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут. При подаче украсьте десерт медом, орехами и веточкой мяты. 15 минут пролетели незаметно. Неузнаваемый десерт, да, у нас получился? Да, штудель готов. Салф дело за мало, мы его оформим. Украсим красиво. Украсим, да. Ну, он уже и так аппетитно достаточно выглядит, да? Достаточно аппетитно пахнет. Ну, прям можно, знаешь, будет. Разрежем, посмотрим, что же там внутри. Как пропекла стыква, да, начинка. Он очень нежный, мягкий. Тесто очень слоеное. Да, вот. Можно, по-моему, показать, да, только. Да. Красиво выглядит. И аромат корицы тоже хорошо чувствуется. Я не знаю, это в последнее время стало одним из моих любимых десертов. Ну, также можно экспериментировать, да? Каждый раз что-то добавлять. Конечно, оно не мешает. Можно добавлять шарик мороженого. Можно поливать любыми другими топпингами, не знаю, фруктовыми. Можно украшать и ягодным джемом по желанию. В нашем случае мы хотим, хочется сотрудничать более насыщенный. Натуральный вкус тыквы. Да, из этого вот чуть тоже крымское медо. Крымского меда, да, добавили. Мы чуть. Вот так вот красиво, да? Дадим. Украсим медом. Сильно заливать не надо. Мед у нас не... Душистый тоже. И украсим орехами. И также чуть орехам, да, орех тоже можно крупно поломать. Показать, что он присутствует внутри, что он... Вот есть тоже так, в качестве декора. И немного придадим свежести веточкой мяты, да? Да, веточкой мяты. Можно будет даже так вот зуб сорвного как-нибудь украсить. Да, темно свежесть и аромат. Да, в принципе, все. Все, десерт. Штрудель с начинкой из тыквы готов. Кто еще ни разу не пробовал суп на основе морепродуктов, у вас есть прекрасная возможность приготовить его вместе с нами и попробовать на вкус. Томатный суп с морепродуктами – это простое в приготовлении, насыщенное различными ароматами суп. Необходимую густоту ему придает томатный соус. Вкусовые нотки чеснока и тимьяна незаменимы в этом блюде. Для этого супа нам понадобятся морепродукты. Да, понадобятся самые морепродукты. Здесь мидия двусторчатая, новозеландская, вот такая вот большая в ракушке идет. Потом мясо мидии черноморской, кальмар трубчатый, осьминожки бэби и креветка королевская. Будет готовиться на основе томатов. Это томаты пилати итальянские. Бульон. Бульон какой? Бульон куриный. Красительного масла. Масло, да. Еще сейчас разогреем. Обжариваем. Морепродукты поджарили. В процессе обжарки добавили немного чеснока и тимьяна, да? Насытили вот именно ароматом. Насытили вот этим ароматом, да. Сейчас нам уже надо чуть поджарить. Сейчас мы уже будем чуть протушивать. Добавляем томаты и бульон. Томатов где-то на порцию, ну, грамм 100-150. Ну, чем больше, тем будет насыщеннее. Из-за этого все по желанию. Насколько я люблю, чтобы этот суп консистенции его было более плотное. То есть, ну, не... Густой, да? Да, густоватый, да. Из-за этого я не перебарщиваю чуть... Бульоном. Самим бульоном, да. В этом плане чуть-чуть ненасильным, а средним огнем, и это все... Немножко надо потомиться, да, суп? Да, он должен потомиться. В процессе томления мы добавили соль, перец и немного... Пимперанчина. Это масло на основе чили перца. И аккуратненько все эти ингредиенты наши мы... Выкладываем. Выкладываем, да. И последний штришок, это... Это розмарин. Да? Веточку розмарина, тимьяна, как... Она еще больше насытит суп. В качестве декора. Тимьян и розмарин. Чтобы приготовить томатный суп с морепродуктами, в растительном масле поджарьте морепродукты, опустите чеснок и тимьян. Добавив томатный соус и куриный бульон, оставьте суп потомиться еще несколько минут. По вкусу посолите и поперчите. При подаче украсьте суп розмарином и тимьяном. Чтобы десерт не был сильно приторным, для его приготовления лучше использовать кисло-сладкие сорта яблок. Штрудель также можно приготовить из несладкой начинки – мясной, картофельной, капустной, луковой и грибной. Для получения хрустящей корочки перед выпеканием смажьте штрудель оливковым маслом. При приготовлении крем-супа тыкву рекомендуется измельчать на минимальной скорости блендера. Чтобы вкус штруделя стал еще более изысканным, добавьте в начинку миндаль. При подаче суп можно украсить ржаными сухарями. Вот такие вот аппетитные и очень полезные блюда мы сегодня приготовили из тыквы. На первое подаем суп, крем-суп из тыквы и десерт с начинкой из тыквы. И в завершении нашей программы ваше пожелание нашим телезрителям. Как всегда хочу пожелать продуктивной недели. Одевайтесь теплее, будьте здоровы, приятного аппетита, до встречи. Как вы уже и убедились, гениальное готовить просто. Кулинарные секреты открыты, цель достигнута. Вкусного продолжения выходного дня. Редактор субтитров А.Семкин